18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. За последние пять лет 67 квартир получили наши дети. Новоселье под Новый год. Еще семь анапских детей-сирот получили долгожданные ключи от собственных квартир. Вы, Деда Мороза и Снегурочки, несете в каждый дом, в каждую семью веру в чудо. Равнение на чудеса. Армия сказочных волшебников, получив инструктаж, отправилась на ответственное задание радовать детвору. С первых минут начали агрессивно, атаковали. Было больше моментов у нас. Когда дома и стены не помогают, анапские футболисты разгромили новороссийцев со счетом 5-0. Прошедшая неделя знаменована важным политическим событием. 22 и 23 декабря прошел 17 съезд партии «Единая Россия». Глава НАП Юрий Поляков принял участие в работе съезда. Представители ведущей политической силы страны обсудили основные новые партпроекты, реализация которых имеет ключевое значение для всех регионов. И единогласно приняли решение поддержать во движении Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации. В пленарном заседании 27-го съезда ведущей партии страны принял участие президент России Владимир Путин. Он высоко оценил деятельность «Единой России» и призвал членов партии честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать. При этом, конечно, главное надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательств дел. А все, что нам удалось сделать, это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножать уже достигнутое за последние годы. Съезд «Единой России» поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. Кубанские единороссы приняли активное участие в работе съезда в числе делегатов от Краснодарского края глава Анапы Юрий Поляков. Вместе с коллегами он обсудил результаты реализации партийных проектов и задачи на будущее. Сегодня в Анапе есть яркие примеры успешной реализации инициатив «Единой России». Например, ДК в Виноградном отремонтирован на средства проекта «Местный дом культуры». Мы вошли в эту программу единственной в Анапском районе. Два миллиона – это просто сказочная, фантастическая абсолютно цифра. Не верили мы, что нам так повезло. Но, да, действительно, деньги были выделены. Выделены деньги. Постарались сразу же подготовить документацию именно на приобретение самого необходимого для того, чтобы выступления оказались каждым разом все более современными, все более красивыми, профессионально подготовленными правильно. Данный проект «Местный дом культуры» подразумевает собой финансирование местным бюджетом 10%. Это очень выгодно для муниципалитета. Самая основная задача – это собрать правильно пакет документов и суметь его подать в определенные сроки. Еще один важный для Анапы проект – «Городская среда». Глава курорта ставит задачу – собрать необходимый пакет документов и подать заявку на участие в нем. Многие дворовые территории, городские и общественные пространства нуждаются в улучшении. Депутаты местного совета вместе с общественниками ведут организационную работу. Финансирование осуществляется в основном за счет федерального бюджета, но там есть еще софинансирование регионального. И один из первых требований этой программы – это участие непосредственно жителей. Не обязательно финансовое участие, но если, например, внутридворовая территория принадлежит этим жителям на общедалевой собственности, то они будут участвовать в этой программе, но чисто символически, вполне возможно, до 5%. Но это тоже очень хорошо. Решение конкретных проблем на системной основе – вот что дают партийные проекты. Их цель – создать комфортные условия для жизни людей. В Новый год собственным жильем. Глава НАПО сегодня вручил ключи от квартиры и памятные подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Юрий Поляков поздравил молодых новоселов с важным приобретением. Для этих ребят сегодняшний день особенный. Четыре комплекта ключей от новых квартир под звуки аплодисментов находят своих владельцев. В канун Нового года, такого нами всеми любимого праздника, мы делаем такой подарок детям-сиротам. Конечно, это не последний подарок, который мы делали и будем делать. За последние 5 лет 67 квартир получили наши дети. Сегодня мы вручаем 4. Хочется, вы знаете, какое счастье иметь квартиру. Это можно создать семью, иметь детей. Квартиры муниципалитет приобрел по социальной цене, значительно ниже рыночной стоимости. Помощь в важном деле оказала строительная фирма «Кубань Агростройкомплекс». Татьяна вместе со своей сестрой в числе счастливцев, которые получили ключи от новых квартир. Девушка закончила сельскохозяйственный техникум, а сейчас работает в магазине одежды. Татьяна призналась, что давно мечтала о собственном жилье и поделилась планами на будущее. Я очень благодарна городу-курорту Анапы, Краснодарскому краю за получение квартиры и своего жилья. Я очень рада, что у меня теперь свое жилье. И в планах я хочу открыть свой бизнес. Специально для нашей съемочной группы Татьяна показывает свое новое жилище. Чай, правда, пока не предлагает. В квартире еще нет мебели. Но это, как утверждает девушка, дело наживное. Главное – своя крыша над головой. Всего в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» в конце этого года было приобретено 7 квартир для детей-сирот. Ключи от собственного жилья в ближайшее время получат еще 3 новосела. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапскую землю посетил епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Он совершил чин великого освящения храма в честь святителя Игнатия Брянчанинова в селе Супсех и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. Строительство храмового комплекса в честь Владимирской иконы Божьей Матери в Супсехе ведется с 2016 года. И, как говорят священнослужители, сегодняшнее событие положит начало новой духовной жизни села Супсех. Предполагается, что здесь будет в дальнейшем организован духовно-просветительский центр в честь Игнатия Брянчанинова, который является концентратом святоотеческого опыта спасения души человеческой. И первый камушек в том, чтобы воздвигнуть это здание, это церковно-приходской дом, где будет воскресная школа, как сказано выше, в лектории, где мы можем собираться, обсуждать евангельские чтения, апостольские чтения, да и вообще решать те или иные вопросы, возникающие в умах и сердцах современного человека в плане духовной жизни. Обряд освящения провел глава Новороссийской епархии епископ Пиагност. Владыка служил божественной литургией и поблагодарил всех участвующих в строительстве малого храма за труды. Для селян строительство храма – событие долгожданное. Я очень много лет ждала, когда построят здесь храм. И я прямо такая довольна, правословно лету, как довольна, что теперь придет, будем ходить в свой храм, валиться. Великий праздник для нас. Мы раньше ездили в Анапу в храм, особенно когда праздники большие, Рождество Христово, Пасха, добраться утром, потом обратно. А сейчас каждый человек может прийти. Я думаю, что сейчас здесь вставать он не будет. Когда строительство комплекса будет полностью завершено, священнослужители сказать не берутся. В настоящее время идет утверждение проекта главного храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Но это святое место уже не пустует. Двери новоосвященного малого храма открыты для прихожан. В Анапе прошел смотр Дедов Морозов и Снегурочек. После экзамена, который включал в себя танцы под новогодние песни, а также хоровод вокруг главной елки, их напутствовали старший Дед Мороз и Снегурочка. Они отправились проводить утренники и дарить подарки. А на театральной площади открылась новогодняя ярмарка. Елки на любой вкус. Их сделали школьники. На соседнем стенде Деды Морозы. А перед сцены они же, но уже самые настоящие. Подготовились! Костюмы, волшебные посохи и, конечно, подарки. На центральной площади города-курорта те, кому в новогодние каникулы предстоит много работы. Танцевальный парад принимает командир подразделения. Главный Дед Мороз города-курорта. Последний инструктаж. Вы, Деда Мороза и Снегурочки, несете в каждый дом, в каждую семью веру в чудо, добро и исполнение желаний. Демонстрация специальной подготовки. Умение водить хоровод. Дед Мороз из села Супсех уже сбился со счета, сколько ему предстоит провести утренников. Буду поздравлять детей. Нести им добро и подарки. Дети должны быть счастливыми. Перед тем, как отправиться на выполнение ответственного задания, участники смотра задержались, чтобы пообщаться с горожанами и гостями города-курорта. Счастья, здоровья всем жителям. Ну и городу, как бы, хотелось бы, чтобы побольше чистоты, побольше зелени и побольше вот таких вот мероприятий. Город прекрасный. Желаю им здоровья, счастья и еще большего процветания. Чтобы к нам со всей страны приезжали наши гости. Чтобы они получали здесь бодрость, здоровье, счастье. С Новым годом! Специальная комиссия принимает работу анапских поваров и корабейников, которым предстоит стать частью новогоднего волшебства. Сегодня мы открываем праздничную нашу ярмарку, которая будет работать с 23 числа по 8 января. Будет работать до 22.00. Для того, чтобы поднять настроение нашим жителям, нашим гостям, чтобы они радовались и у них было праздничное настроение. Новогоднее настроение также помогает создавать специальные уголки, где можно сфотографироваться. Например, этот придумали и сделали в спа-отеле «Давиль». В новогодние праздники в Анапе уже ждут около 100 тысяч гостей. Прогноз погоды обещает плюс 5, а если и дождь, то небольшой. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. А городской театр приглашает стать свидетелями новогоднего волшебства. Артисты приготовили сказочное представление с превращениями и необычными персонажами – коварным магом, храбрым адмиралом и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Как всегда, много музыки, а в этот раз еще и очень необычные персонажи. Дело происходит в кукольном царстве. Актеры вместе с режиссером пытаются отшлифовать каждый нюанс. Герои должны получиться живыми, каждый со своим характером, но при этом зрителю должно быть понятно, что это куклы. Кроме того, в представлении примет участие главный символ 2018 года – настоящий пес. Центром сюжета станет вот этот кристалл. Тонкостей постановщики не раскрывают, говорят лишь, что история будет не только интересной, но и в чем-то поучительной. Этот мир такой непростой, и чтобы все-таки уже маленькие детишки могли некие эмоциональные определения для себя, что есть у нас немножко грубость в этом мире, а есть и доброта бесконечная, которая больше всего. Вот в этом спектакле мы пытаемся, чтобы у нас эти сравнения в пользу доброты и складывались у детей с самым положительным эмоциональным восприятием. Среди кукол есть адмирал, волевой, сильный, несмотря на то, что кукольный. Плести интриги будет черный маг. И никто не сможет остановить меня! Конечно же, этот герой несколько переоценивает свои возможности, хотя и попереживать зрителям тоже придется. Хочу поздравить вас сегодня, в прекрасный день под Новый год, чтоб весел был ваш праздник новогодний, чтоб самым лучшим стал грядущий год. Поверь, что этот год грядущий исполнит все, что сердце ждет. Он непременно будет лучший, успешный и счастливый год! Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа, приглашаем вас посетить новогоднее музыкальное сказочное представление «Тайна Кристалла Времени». Ждем вас в городском театре с 24 декабря по 3 января в 11 и в 14 часов. Представление рассчитано на час с небольшим. После этого гостей ждет хоровод вокруг елки и встреча с героями спектакля. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В этом году впервые в конкурсе творческих работ, который организует заповедник «Утриш», приняли участие юные жители Новороссийской и их педагоги. Такой своеобразный старт организаторы признали успешным, но и анапчане уже традиционно были на высоте. В этот раз нужно было изобразить одну из птиц. Причем работу нельзя было выполнить правильно, не изучив то, как она живет и чем питается. Тут самец держит кукушницу, либо сам ест ее, либо дает ее самочке. Сценка из жизни кукушек. Одних из десятков пернатых обитателей лесов при Черноморье. Матвею 6 лет. Он ходит в детский сад номер один города-курорта. Работу ему помогала делать бабушка. Жюри, специалисты заповедника «Утриш» присудили работе семьи Нелюбовых первое место в номинации «Поделка». Ну, наверное, где-то недели-две мы это делали. Я вот помогал бабушке шить самих кукушек. Еще я рисовал, там разукрашивал. Сапсан, как и положено, парит, выслеживая дичь. Здесь целый уголок природы, в котором живет пеночка-весничка. Работа заняла одно из призовых мест. А тут зимородка в дюжина устроилась для ужина. На каждой птичке имя юного автора. Эта синица из Новороссийска заняла одно из первых мест. Всего на конкурс поступили около 150 работ в трех номинациях. Одна из них – рисунок. Основное требование – это должна быть авторская работа ребенка. Как рисовать птиц, рассказывает Тамара Белкина, педагог дополнительного образования с 30-летним стажем. К работе приступают после тщательной подготовки. Они передают оперение птиц, передают форму птиц, строение. Увлечены работой дети. Чайка прилетела на конкурс именно из 12-го детского сада. Работа заняла первое место. Жюри не судило строго за технику. Главное было – передать среду обитания или повадки той или иной птицы. Всего юные анапчане под руководством педагогов узнали о 50 видах птиц, местных и перелетных. 15 уроков признали образцовыми. А педагогам, авторам самых лучших из них, также вручили призы. Там и научность, и достоверность, и вот именно наш заповедник фигурирует везде. И правила поведения в заповеднике, и охрана птиц. А это была основной целью нашего конкурса – привлечение внимания к охране орнитофауны нашего заповедника и также всего Северного Черноморья. Так или иначе, в процесс вовлекаются близкие, родственники, друзья, участников, а это расширяет аудиторию в разы. Те же, кто сделал свои первые шаги, возможно, в будущем станут юными натуралистами, а затем – экологами или биологами. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Новороссийске состоялся полуфинал футбольных игр среди любительских команд Краснодарского края. Честь города-курорта защищал футбольный клуб «Станица Анапская». В этот раз нашими соперниками стал футбольный клуб «Альянс» из Новороссийска. В упорной борьбе анапчане одержали уверенную победу, не оставив хозяевам поля даже малейшего шанса и обеспечили себе путевку в финал. К этой встрече анапские футболисты готовились очень тщательно. Тренировки несколько раз в неделю, подбор основного состава, проработка тактики нападения. Результат не заставил себя ждать. Уже после первых минут игры Николай Олешко распечатывает ворота новороссийцев. «Защитник ошибся, я как бы уже как чувство нападения прошел и забил. Занимаюсь я с 14 лет, с раннего возраста, лет 60, детское еще играл, потом уже в 14-е более повыше. И так за Анапскую уже сыграю и до сих пор, по всей день». Первый тайм окончился со счетом 1-0 в пользу анапчан. Но самое интересное ждало болельщиков во втором тайме. Анапчане сменили тактику и увеличили скорость игры. Новороссийцы просто не успевали за нашими игроками. И уже в начале второго периода анапская команда забивает еще один гол в ворота противника. Чувствуя, что победа уходит, новороссийские футболисты стали допускать нарушения в игре. Но арбитры пресекли такое неспортивное поведение и назначили целую серию пенальти, которые анапчане успешно реализовали. Все попытки провести контратаки анапские спортсмены пресекли, не дав даже шанса приблизиться к нашим воротам. Итог игры закономерен. «Все, что мы планировали, удалось сделать. С первых минут начали агрессивно, атаковали. Было больше моментов у нас. Ну, как бы забили в первом тайме один гол. Уже во втором периоде наше преимущество увеличилось. Так что забили еще 4 гола, выиграли 5-0». «Очень понравилась последняя игра. Первая игра была, конечно, не такая активная. Но с каждой игрой у них все выше и выше уровень. Последняя игра, я еще повторюсь, очень обрадовалась таким счетом. Поэтому будем как можем помогать этой команде. Ну и участвовать в играх, соревнованиях. Будем следить, болеть». Эта победа принесла анапчанам выход в финал. Уже 20 января они будут бороться за победу с командами из Абрау-Дюрсо и Станицы-Натухаевская. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok